Уже вторую неделю на базе общественной палаты округа работает пункт сбора гуманитарной помощи. За это время волонтерам удалось собрать более тысячи килограммов различных товаров. Все это на днях отправится непосредственно получателям, беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Всеми организационными вопросами занимаются общественники. Мы с территориальными отделами, с другими муниципальными учреждениями и расположенной территорией муниципалитета договорились, что они будут на базе своих мощностей организовывать территориальные такие мелкие перевалочные пункты гуманитарной помощи, а потом на централизованных, привозиться к нам для того, чтобы мы уже на своей базе его отсортировали и, соответственно, оформлены на ближайшем уровне. В управляющей компании даже некоторые подключились тоже к этому вопросу, к этой проблеме, соответственно, поэтому могу сказать, что довольно-таки открыто, профессионально, ответственно наши коллеги к этому процессу подключились. Этот и другие вопросы общественники обсудили на внеочередном заседании. Проговорили схемы привлечения новых волонтеров для дежурств в пункте сбора гуманитарной помощи, взаимодействия с крупными предприятиями округа. Звонили из «Газпрома» в «Нейгаз», они собрали через 367 тысяч. Здорово. Да, вот они спрашивали, что конкретно было. Говорят, продукты мы не будем покупать, а вот что. И, ну, я сказала, электрочайники, трампопоты, также носки, пеленки. Обсудили члены палаты и возможность возобновления плановых приемов населения. Проголосовали единогласно «За». Ориентировочно с апреля эта работа продолжится. Руководитель общества инвалидов Наталья Рящина от своей организации вручила коллегам по общественной палате благодарности за помощь в проведении благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Спасибо большое. В свою очередь члены общественной палаты выражают благодарность всем жителям округа, которые не остались равнодушными к судьбе беженцев. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно это вы.